ПЕСНЯ Хотите анекдот расскажу, хотя нет, это не анекдот вовсе, правда жизни. Дурацкая, обескураживающая, но правда. В минувшие выходные в ряде городов Великой и Могучей прошли массовые акции протеста в защиту свободного интернета. Удивительно, но на этот раз практически все митинги власти согласовали, да и протестующие старались ничего не нарушать, вели себя, так сказать, в рамках. Но эта страна не называлась бы Россией, если бы элиты в какой-то момент не вспомнили, что они ж помазанники, а митингуют против их святого слова, какие-то там холопы, всего-навсего. В общем, дали полиционерам все-таки команду хватать особо активных и в камеры подлецов, за что? А вот ведь придумали за что? Внимание на экран. За эти шарики задерживали. Тоже не понимаете, что в шариках плохого? Тогда держитесь за что-нибудь. В данном случае шары приравняли к летательным аппаратам, беспилотникам, если так понятнее. А вот на запуск беспилотного летающего средства нужны специальные разрешения и даже лицензия в некоторых случаях. Слушайте, вот недаром говорят. Был бы человек, а статья найдется в нашем ненормальном государстве. Тем более, начинаем. Продолжаем о дурацком. Главный редактор издания .ру на фоне принятия закона о нераспространении фейков в интернете написал на имя спикера Госдумы Володина забавный запрос. Впрочем, каков закон, таков и запрос. Так вот, журналист поинтересовался у главного депутата страны, как им у себя в издании поступать, например, во время православных праздников, если законопроект все-таки одобрят. Поясню. Совсем скоро весь христианский мир будет отмечать Пасху. Это празднование воскрешения Господня. То есть, Христос в этот день как бы воскрес, вот только конкретных доказательств тому явлению ни у кого нет. Единственный источник, на который можно ссылаться в данном случае, это Евангелие. Но там тоже как-то неконкретно все написано с чьих-то слов. То есть, один апостол рассказал, что он что-то там видел. Мой коллега и интересуется. А рассказывая всю эту историю на публике, он фейк распространит или не фейк? Более того, первые иконы, на которых запечатлено Божественное Воскресение, появились только в X веке, то есть через тысячу лет. Из чего можно сделать вывод, что писали их люди, которые просто об этом слышали? Хорошо, не будем богохульствовать, другой пример, пожалуйста. Все знают, что это за фотография? Верно. На данном фото запечатлен исторический момент водружения знамени Победы над поверженным фашистским Рейхстагом. Все знают и кто эти люди. На фотографии на протяжении десятилетий два советских разведчика Егоров и Контария оставались кумирами миллионов героями. Однако сегодня мы также знаем, что самое-то первое знамя над немецкой столицей подняли отнюдь не эти двое. То, что я вам показал несколько секунд назад постановочной съемкой, и называется, которая была сделана для публикации в советских газетах, да и героев просто назначили героями с этим, что делать, к слову. И штурм Зимнего сто лет назад такое же постановочное кино. Нет, я понимаю, что существует еще такое понятие, как художественный вымысел, и это здорово. Но кто должен определить, где заканчивается тот художественный вымысел, и начинается фейк, или наоборот? Я вот, вы знаете, у себя в программах частенько использую сарказм, какие-то речевые обороты, пословицы, поговорки. Ну, например, у Пескова детей семеро по лавкам. Но ведь это неправда. Дитей у толмача нашего президента всего пятеро. Не факт, к тому же, что спят они на лавках. Получается, что я обманул людей, только что выступил в роли фейкомета, казнить меня за это. К чему был весь этот спич? А дело в том, что я уже много раз говорил, я не против того, чтобы из соцсетей начали вычищать откровенную лажу. Там реально мусора и бреда немерено. Ну, нельзя же такие вещи делать бездумно, сказал какой-то рыжий Ваня глупость. Что теперь каждого рыжего по имени Иван в дураки записывать и на расстрел? Мое мнение, проект закона сырой. Даже не так, он никакой. Почему? Да потому что его писали бестолковые люди, которые нифига в этом не понимают. А другие такие же бестолковые теперь тупо будут за него голосовать. Алло, гараж. А где экспертная оценка и кто входит в ту экспертную комиссию? Кстати, Яровая с клишесом. А у них что, какие-то серьезные познания в области новостной журналистики имеются? Или хотя бы в блогинге? Помню, пару лет назад создавали какой-то там совет блогеров при Госдуме. Так где они? Где их экспертные заключения? Большинство популярных видеоблогеров, выступления которых анонсировала организатор мероприятия, депутат от фракции ЛДПР Василий Власов, на заседание не явились. Не появилась на охотном ряду ранее выступавшая на трибуне Госдумы популярная среди подростков блогер Александра Балковская, известная в сети как Саша Спилберг. Вы нам нужны-то для чего? Чтобы мы на площадке Государственной Думы могли установить прямую коммуникацию в этой области, чтобы вы не оставляли своей ехидной критикой Государственную Думу, для того, чтобы обсуждать те решения, которые принимаются Государственной Думой. Впрочем, даже вот этот совет блогеров, который нам однажды показали, потом он куда-то сдулся, он тоже фейковый. Потому что люди, которые пригласили туда, они никакие не эксперты по данному законопроекту. Напомню еще раз, речь в документе идет о нераспространении фейковых новостей, причем тут Лиза Пескова или Саша Спилберг, да и многие другие тоже. Это все равно, что меня позвать дать оценку средством женской гигиены, бредятина. В данном случае совсем другие журналисты и блогеры экспертизу должны проводить. Вот здесь как раз меня можете свистнуть. Навального, Диму Камикадзе и так далее уж точно не Петра Толстого. Этот вообще хотя бы знает, чем Инстаграм от Фейсбука-то отличается. Ну надоело, честное слово, у нас и так сегодня главные эксперты по всем направлениям. Пустышки какие-то, примеры. Министр здравоохранения Скворцова эти дня в своей жизни не работала простым учителем. Министр образования Васильева, выпускница хорового отделения Московского института культуры. Это правда хотя бы учителем пения 2,5 года побыла, зато сейчас учебник по экономике заворачивает неправильно. И он, ага, учитель пения, так решила. Про министра сельского хозяйства Патрушева вообще молчу. Мой кот грядок и рассады в своей жизни больше видел. Но у нас вот потому и законы такие, потому что такие вот эксперты. А теперь в интернет и СМИ случайные прохожие полезут. Это нормально, да? А это реальная журналистика в дурдоме. Вечный день открытых дверей падает тоже. Есть еще один момент во всей этой дурацкой затее, который также высаживает. И об этом, наверное, тоже стоит упомянуть. Почему мои коллеги кричат только о свободе слова в данном случае, я, если честно, не понимаю. Ну да бог с ними. Короче, а интернет, это ведь не только соцсети. Это не только неудобные высказывания журналистов и блогеров в тех самых соцсетях в отношении бестолковости того или иного представителя власти. Давайте задумаемся еще вот о чем. Сегодня на мировой паутине завязаны 90% экономики страны. Это все банки, это почти вся торговля, это добрая половина производственных предприятий, это система налогов и сборов. Наконец, как все это? Авторы законопроекта от глобальной сети отключать собираются, но мы ведь помним, как Роскомнадзор в попытке исполнить очередной неработающий закон боролся с дуровским телеграммом. Заблокировали тогда несколько сотен тысяч IP-адресов. Пострадало огромное количество случайных людей. Кто-то из-за этого понес колоссальные убытки. Итог. А телеграмм живее всех живых. То есть под раздачу попали кто угодно, кроме Дурова. Сейчас снова слона в посудной лавке будем вспоминать. Вот теперь все операторы связи, которые, кстати, тоже освобождаются от ответственности за то, что сеть полностью ляжет, они будут обязаны установить эти коробочки, которые неизвестно сколько стоят, неизвестно где изготавливаются, как они будут работать, им будут бесплатно якобы предоставлять. И все. А потом по этим коробочкам вот эти вот товарищи будут отслеживать, работает эта система или не работает. А тут даже добавить нечего, потому что вот этот вот депутат Иванов, он все сказал. В попытке где-то там что-то переключить в стране, скорее всего, грохнется вся сеть. Произойдет масштабный избой, случится какой-нибудь катаклизм. Хорошо, если несколько пассажирских самолетов при этом не упадут. Потом наши козловухие слуги народа перепугаются. Вернут все взад. Правда, не досчитаемся. Затем пары банков, которые тоже рухнут. Сотен, а может быть тысяч коммерческих предприятий, плюс миллиардные убытки для всех. Ага, и будем опять слушать. Прошу отнестись к этому с пониманием. Ладно. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на страничку в ютубе, в соцсети ко мне. Тоже заглядывайте в друзья, добавляйте темы, предлагайте поднимем и обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok